Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Что это может быть? Давайте проверим. Ну и что же, всем привет, ребят, меня зовут Рандом. И, как вы уже поняли по началу видео, мне пришли какие-то две странные посылки. Итак, посылки с одного китайского сайта я заказывал. Вот. Всё это лежало, точнее, не две, а даже три посылки. Всё это лежало в коробке, коробка стоит под столом. Вот она, там вот. Итак, давайте посмотрим на все эти вещи. Я надеюсь, они вам понравятся. Да и мне, в принципе, тоже, потому что я сам не знаю, что это такое. Итак, первая вещь. Пакеты, пакеты и что-то там такое. Итак, давайте же откроем это всё. Мне самого не терпится, честно, узнать, что это такое. Ну, давайте же, ой, смотреть. Итак, в принципе, я открыл это. И что мы видим? Мы видим часы. Вот такие вот классные часы. Часы из Китая, но они с изображением Рима. Кстати, часы довольно-таки крутые. Ну, как по мне. Вот так вот они выглядят. Они пока что не ходят, но в скором времени они будут ходить. И я их поставлю на стену. Короче, куда-нибудь я их поставлю. Часы довольно классные. Материал прочный. Как по мне. В принципе, мне кажется, часы хорошие. Китайский сайт оправдал себя. Мне всё нравится. Вот здесь вот Колизей. Здесь фонтан де... Фонтана де Трави. И Рома Сэн Питерс. Тот самый храм. В Ватикане. Но это только первая посылка. Давайте я пока что уберу эти часы. Поставлю их куда-нибудь. Положу, например, вот сюда. Нет. Даже вот. Сюда вот их положу. Итак, переходим ко второй посылке. Тут тоже дофига пакетов. Я не знаю, куда мне теперь эти пакеты делать. Так. Воу, ну тут что-то поинтереснее. Это определённо. Ну, видите, сколько пакетов. Я не знаю, куда их девать. Так. Ага. Это что-то похожее на будильник. Давайте посмотрим. Видите, не открывается? Да, это действительно будильник. Но давайте же откроем и посмотрим на него. Столько пакетов уже вы бы видели. Вау. Будильник офигенный. И, кстати, он почему-то уже идёт. Так. А это что? Так. Что это делает? Ага. Это включает свет, ребят. Оп. Вот это вот кнопочка белая. Включает свет. Ну, кстати, будильник тоже очень классный. Мне очень нравится он. Поставлю его себе. Ну, а как у него с самим будильником? Так. Ну-ка. Давайте-ка проверим будильник. Текст. Ой, господи, боже мой, ребят. Вы это слышали? Утром я под это точно проснулась. Да, звук-то ещё такой не очень приятный. Но это того стоит. Мне кажется, лично я убрала все эти пакеты. Ещё раз. Вот такой вот будильник. Качество довольно хорошее, прозрачное. Ну, да, это логично. Ага. Смотрите-ка, тут уже батарейка вставлена. Кстати, довольно-таки прикольно. Выпало. Ну, ладно. Почему-то написано IKEA. Ну, наверное, доставляли из китайской IKEA. Не знаю, есть ли там IKEA. Но вообще, заказывал на каком-то сайте. Стоит эта штука около трёх долларов. А вот эта штука стоит полтора доллара. Один сорок девять. Ну, а эта стоит три доллара. Вот. По-моему, довольно-таки неплохо для такого будильника. Да. Я думаю, я по нему проснусь. Ну, что же, и третья посылка самая объёмная. И я думаю, вам уже не терпится узнать, что в ней. Я даже не знаю, что в ней может быть. Потому что третья посылка шла в подарок к этим двум. К двум часам идёт третья посылка. Секрет. Какой же секрет? Давайте узнаем. Ну, что же, честно сказать, я вообще не знаю, чего от этой посылки ждать. В принципе, это вот такая вот коробка. Большая, кстати, с ключом. Ключ у меня есть. Он в комплекте. Это логично. Вставляем ключ. В какую сторону? Вот так. Или не в эту? Так, в эту сторону всё же. Всё. Вытаскиваем ключик. И открываем. Посылку я буду открывать вот так вот. Нифига себе. Чё-то она тяжело открывается. А что внутри? Ребят. Офигеть. Офигеть. Ну, вы, в принципе, это видите. Да, вы это тоже видите. Да, это две колоды карт. Причём, карты довольно-таки крутые. И мне это нравится. Давайте же посмотрим на сами карты. Они вот так вот, как я понял, берутся. Вот так вот. Ну-ка посмотрим. На них карты очень хорошего качества. Мне очень нравятся. Ждите обучений фокусом. Обожаю эту фичу. Всё. Перетасовал. Ну, а вторая колода, как я понял, такая же, только красная. Да, колода такая же, только красная. В принципе, перетасуем. И... Да пусть это будет обучение фокусу. Фокусу. Который, кстати, я знаю. Хорошо знаю. Будет и обучение, и показ. В принципе, мы уже обозрели все посылки, поэтому, я думаю, пора переходить к фокусу. Погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова belowau! Субтитры Алексею Дубровскому